У вас, насколько я понимаю, до блестящих был какой-то другой опыт работы в шоу-бизнесе, какой-то коллектив был, да? Да, был действительно. Сперва там с шести лет я пела в хоре Локтева, а потом в семь лет я попала в детская была группа такая у нас называлась Фантазеры. Потом из этой группы Фантазеры выросла группа Класс, она такая была довольно известная в то время. То есть мы были детками, все вместе взрослели, взрослели, взрослели. Там я до девятнадцати лет довзрослелась и поняла, что пора уже куда-то... А Класс это в каком жанре? Это была детская поп-музыка, то есть у нас был смешанный коллектив, у нас было три девочки и два мальчика, мы играли на инструментах и мы танцевали. А где сейчас эти девочки-мальчики, которые были в классе? Значит, две девочки, Катя и Полина, у них потом была группа Дайкирия, такая была, да? Да, я помню, да. Да, вот, потом, значит, Катюша, я не знаю, что сейчас, а Полина и вот наш классический художественный руководитель Андрей Пряжников, собственно, у них сейчас коллектив Республика, да, вот, тоже такой, сейчас небезызвестный, они очень много с Осевым Давыдовичем работают. С Кобзоном? Да, да, я вот видела их и Полина, там благополучно до сих пор поет, так что вот так. Хорошо, а мальчики? Мальчики, значит, Арсений и Николаенко, вот буквально пару дней назад созванивались, договаривались все встретиться. А, кстати, Сергей Ашарин у нас пел в коллективе, который сейчас журналист, очень небезызвестный, вот. Ой, столько всяких забавных у нас историй было до сих пор. Вспоминаем, все встретиться собираемся. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует. Продолжение следует...